Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я не буду зачитывать описание бытовых эпизодов, на мой взгляд, как бы это не имеет такого сверх важного значения здесь. Это просто перечисление некой хронологии событий, которые, в принципе, не относятся к проблематике. Проблема в том, что автор вопроса жалеет людей. И когда жалеет людей, то наступает себе на горло по её словам, по словам автора вопроса. Вот она пишет следующее. Значит, мы с ней долго говорили, она рассказала, как помогла там человеку. Он уехал, не вернул ей деньги. Мне стало её жаль, что она столкнулась с таким неблагодарным человеком. И в знак благодарности купила ей тортик. Решила просто её поблагодарить. Вот смотрите. Смотрите. Здесь, на мой взгляд, присутствует сразу несколько аспектов. Аспект первый заключается в том, что вы обесцениваете, не уважаете, по факту оспариваете, как будто бы выбор другого человека и его право на ошибку. Понятно, что делать подобное вы можете только при том условии, если то же самое вы делаете с собой. То есть, если вы с собой бы так не поступали, если бы вы по отношению к себе точно так же не поступали, если бы, то понятно, что, скорее всего, проблемы бы не было такой. Но такая проблема есть. Следующий момент касается того, что вы покупаете ей тортик. А очень сильно данное действие напоминает про флексу. То есть, когда человек делает для другого то, что он бы хотел сделать на самом деле для себя. Но для себя он не делает. Зато легко делает для кого-то. Ну, прям как вы. Похоже? Следующий момент. Вы пишите. Мне стало её жаль, потому что она столкнулась с таким неблагодарным человеком. Это несправедливость. Это ваше чувство несправедливости. Чувство вашей несправедливости связано с избеганием определённой боли, определённой боли, определённого роста, определённой необходимости сталкиваться перед выбором и так далее. Очень часто люди именно что прячутся за чувством несправедливости лишь бы не признавать, что они совершили какой-то выбор, который, например, им не слишком-то понравился, а может быть даже этот выбор и разочаровал. Такой бывает. И соответственно, а что делать дальше? Да? Либо признать, что я сделал что-то не то, я сделал что-то не так, либо обвинить другого человека. Ну, совершенно очевидно, что обвинить другого человека легче и проще. Конечно, другого человека можно обвинить, но, признаться честно, это не даёт ничего вам. Это не даёт вам ни личностного роста, ни развития, ничего нового. То есть вы, по сути, просто говорите, что ну окей, этот человек несправедливый, но вот этот человек неблагодарный. Всё. Конец. Как будто бы здесь нет ответственности другого. Ведь бабушка могла не помогать, но она решила это сделать. И в тот момент, когда она решила это сделать, это очень важно. В тот момент, когда она решила это сделать, она признала, допустила, что её могут обмануть. Потому что таковаться на её решение. Если человек, помогая другим людям, не допускает того, что люди будут неблагодарны, то такая помощь очень быстро приведёт, по крайней мере, на мой взгляд, к выгороду человек. Понимаете? Какая штука. И если я выгореть не хочу, то, на мой взгляд, необходимо принимать ответственность. А тем, что вы человека жалеете. И тем, что вы что-то ей компенсируете. Как компенсируете ей то, что она одна. Вы не сталкиваете её с необходимостью что-то менять. Вы не сталкиваете её с новым опытом. Может быть, это прозвучит грубо сейчас, то, что я скажу. Но я должен это сказать. То, что она одна, я так понимаю, без родственников, безусловно, это очень грустно. Безусловно. Безусловно, очень грустно, что она одна. Но то, что она одна, это исключительно её ответственность. Это исключительно вследствие её действий. В том числе, по отношению к своим детям. Поступая она к своим детям по-другому, она бы не была одна. Нравится вам это или нет? И сейчас, когда вы поддерживаете её, когда вы поддерживаете её такое вот состояние, она и не будет ничего менять. Она будет оставаться все такой же. А люди вокруг неё будут страдать. Вот вы, кстати, не задавались таким вопросом. А вот почему такой, казалось бы, добрый человек, как она? Да? И одна. Потому что она спасатель. Она спасатель. Она спасатель. Она всех старается спасти. И все вокруг неё страдают, когда она пытается всех спасти. Поэтому люди хотят быть от неё подальше. Опять же, нравится вам это или нет? Ну и это вопрос, конечно, ваших личных границ. Что я могу и хочу для тебя сделать. Что я могу и хочу. И чего я не могу. И чего я не хочу для тебя делать. То, что вы к одному невнимательны, говорит об ещё одном последнем аспекте. Возможном. Этот аспект касается чувства вины. Что вполне возможно, что вы испытываете чувство вины. Но не перед ней. А вообще. Вы испытываете чувство вины. Ну, например, перед кем-то, за что-то. И когда вы сталкиваетесь с тем, с чем сталкиваетесь, появляется потребность это чувство вины компенсировать. Ну, вот вы благополучно этим и занимаетесь. Жертвуя собой, своим отпуском. Ради того, чтобы человек не развивался. Ну, условно говоря, в своей некой парадигме, так скажем. Вот. Понимаете, да? И всё. А зачем ему-то, зачем менять тогда? И вот и всё устраивает. Так? Для чего ему меня? Понимаете? Вот такая история. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу, если хотите конечно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.